Всем добрый день! Сегодня мы с вами будем делать необычную маску для нашего лица. Тем не менее, эта маска великолепно увлажняет нашу кожу, тонизирует особенно дряблую возрастную кожу, борется с такой проблемой, как купероз и сосудистые звездочки и великолепно омолаживает, укрепляет нашу кожу, разглаживает мелкие морщинки, подтягивает овал лица. Одна проблема – это маска сезонная, потому что мы ее будем делать из арбуза, точнее из того, что остается после поедания этой вкусной ягоды, а именно из арбузных корок. Мало кто знает, что арбузные корки богаты витаминами, микро- и макроэлементами, и в них очень много антиоксидантов, которые великолепно омолаживают нашу кожу. Итак, нам понадобится две корки, ну вот в среднем вы отрезаете скипочки, да или дольки арбуза, и вам вполне достаточно одной в зависимости от размера или двух вот этих самых корок. Наша задача – обрезать вот эту зеленую плотную часть, то есть вот у нас исходный материал, и затем вот эту самую корку, то есть не мякоть, а мякоть, точнее корки, либо натереть на мелкой терочке, либо, как я, вот взбить, перетереть в блендере. И у нас получается вот такая вот сочная масса с соком. Так и хочется сказать сок арбуза, но на самом деле они очень близки по составу, но тем не менее это сок корок. И эту маску рекомендуется наносить на зону лица, шеи и декольте. Имейте в виду, что этот сок тоже богат глюкозой, фруктозой, и он сладенький. Тем не менее, смотрите, вот эту массу уже можно наносить в чистом виде на наше предварительно очищенное лицо. Рекомендуется немножечко отжать, дать стечь, чтобы у нас была вот эта вот масса, и ее потом распределять по коже. Но по своему опыту я скажу, что все равно масса начинает течь. Во-первых, когда мы наносим эту маску на 15-30 минут, желательно прилечь однозначно. Иначе во время ходьбы она будет просто-напросто осыпаться. Это очень неприятно. Ну и в процессе, когда мы с вами лежим, она безусловно начинает все равно подтекать. Как бы вы эту массу, да, предварительно не, скажем так, не отжали от сока. Я вообще рекомендую сок не отжимать, потому что именно в нем содержится очень много витаминов. Поэтому я к вот этой массе добавляю небольшое количество кукурузного крахмала. То есть, смотрите, можно в данном случае его предварительно заварить, запарить, как я говорила, да, вот часто в роликах я делаю. Почему именно я люблю запаривание? Тогда масса лучше держится на лице. То есть она становится более однородной и еще оказывается эффект лифтинга. Но в данном случае вы можете использовать просто сухой крахмал. И добавлять небольшое количество, но я думаю, вы заметили, я буквально пол столовой ложки крахмала. Я очень люблю кукурузный крахмал, потому что в нем тоже есть витамин ПП, укрепляющий стенки сосудов при куперозе. И смотрю, да, вот я добавила, все зависит от того, насколько у нас сочный арбуз, насколько сочные его дольки. Вижу, что выделяется влаги, да, то есть, ну, грубо говоря, проба, как будет лежать, будет ли сильно течь или... То есть крахмал здесь будет работать и сам по себе, как косметический продукт, и в то же время ингредиент, который как бы всю вот эту массу будет сдерживать. Либо же добавляю еще буквально пол столовой ложки. То есть создаем вязкость нашей маски, делаем ее погуще. Смотрим, да, и вот накладываем. Тем не менее, еще раз повторю, если мы добавляем крахмал незапаренный, все равно, вот я наклоняю, да, а масса будет стекать. Поэтому вы можете подстелить полотенечко, да, и вот прилечь с вот такой вот массой. То есть замечательно. Если вам не хочется, чтобы масса текла, тогда вы именно крахмал запариваете, завариваете, то есть он у вас как кисель получается. И вот этот самый кисель добавляете к этой массе из арбузных корок. Тогда у вас получается более однородная масса. Вы ее наносите на лицо и кисель уже сильнее гораздо сдерживает сок арбузных корок. И, ну, эффект приблизительно одинаковый, но, скажем, для удобства, конечно, так получается гораздо проще, скажем так. Тем не менее, вот наша потрясающая маска, которая, еще раз повторю, классно увлажняет, тонизирует и омолаживает кожу нашего лица. Пока есть возможность, делайте такие маски. Можно делать, в принципе, даже каждый день, ну, потому что она легкая по текстуре, да. И, ну, а так можете 2-3 раза в неделю, пока сезон, что называется, арбузный у нас в разгаре. И посмотрите, как ваша кожа преобразится буквально через 5-6 процедур вот таких вот арбузных масок. Если вам понравилось это видео, нажимайте кнопку большой палец вверх, которая есть в описании к этому ролику. Если вам видео не понравилось, ставьте большой палец вниз. Но если вы хотите высказать свое мнение, похвалить меня, поругать или предложить новую тему к следующему видео, то оставляйте, пожалуйста, свои комментарии в описании к этому ролику. Если же вы хотите видеть следующие новые видео, но не подписаны на мой канал, то нажимайте на кнопку подписаться, которая тоже есть в описании под этим роликом. Ну, а если вы подписаны, но по каким-то причинам пропускаете выход новых роликов, или же наши прямые трансляции, когда мы с вами можем пообщаться онлайн, то нажмите, пожалуйста, на колокольчик, который находится в одной кнопке подписаться. И тогда вы будете получать уведомления про выход новых роликов, или же информацию о том, когда у нас будет ближайшая прямая трансляция. Продолжение следует...